Привет всем подписчикам моего канала! Сегодня мы первый раз готовим на моей новой кухне. И это будет салат. Салат называется Старый Град. Все, кто его пробовал, обязательно спрашивают рецепт, потому что он всем нравится. Я хочу поделиться этим рецептом и с вами. Давайте готовить! Для приготовления салата нам понадобится куриная грудка. Я уже ее отварила и разобрала. Грибы, лук, помидоры, маслины, баночка для украшения, петрушка, сыр нам нужен. Заправлять мы будем майонезом, а для обжарки лука и грибов там понадобится растительное масло. Вот, вроде все. Давайте первое, что мы будем делать, это с вами обжарим грибы и лук. Грибы сильно мелко рубить не надо. Кстати, я показывала в видео, сегодня я есть в лабаке и купила вот эти ножки. Я теперь им пользуюсь. Они очень острые, очень хорошие. И доступна цена. Три ножа хороших для поварской, вот такой маленький для овощей, чистки. И хлебный ножик стоит 500 рублей. Три ножа. Так что вот поимейте в виду. В конце видео я оставлю ссылочку на свои покупки, которые я сегодня сделала в Икеа. Там посмотрите. Все три ножка. Вот так мы все порежем сейчас. Порежем луковицу. Вот она у меня. И обжарим с вами это на растительном масле. Наливаем растительное масло. И сначала немного обжарим с вами лук. Потом добавим грибы и все хорошо с вами прожарим. Добавляем грибы. Сначала в годе будет казаться, что их много, но, сами знаете, они сейчас и тушатся. И все тушатся. Ну и все тушим. Пока грибы и лук сжаются, мы сейчас порежем с вами курочку. Ее порезать можно соломочкой. Вообще, для этого салата все режется соломкой. И помидорку потом соломкой мы будем резать. И сыр. Вообще, сыр, конечно, можно и натереть. Но, во-первых, я уже вам сказала, что первый раз готовлю на кухне. Я даже не вспомнила, что надо купить мне терку. Так что сыр придется мне резать тоже соломкой. Ну вот, нарежьте курочку. После курочки мы порежем помидорки. Ну вот так курочку я разобрала. Я ее порезала и так разобрала на волокна, чтобы она могла попышнее. А сейчас мы будем нарезать с вами помидоры. Тоже нарежем кружочками и порежем соломкой. Помидоры, смотрите, чтобы не очень сильно ледянестые были. Я вот так порезала помидорку соломкой. На четвертинки я сделала. И потом вот так вот миленько порезала на соломку. Грибочки у нас пожарились. Мы им дадим сейчас немного остыть, а сами займемся сыром. Еще раз говорю, лучше нарезать на крупной терке. Я же буду резать мелко, потому что у меня ее нету терки. Ну вот я сыр порезала миленько. Нож очень острый. Я сейчас использую поварской из этой серии ножек. Ножек. Вот. Сейчас нам осталось еще порезать маслины. Маслины надо без косточек. И мы их будем кружочками нарезать. И петрушечку. И будем собирать с вами салат. Салат он слоеный. Собирается слоями. Собирается салат на большом блюде. Ну вот у меня тарелка не очень большая. Я сделаю, просто покажу, как он собирается, в какой последовательности и как украшается. Вы уже выбирайте побольше блюда. Можно даже, если у кого есть разъемное кольцо для приготовления тортов, можно его в середине поставить и собирать вот так. В принципе, это вот так он будет выглядеть на праздничный стол. А сама я потом возьму пластмассовый контейнер и все это перемешаю и пойду домой угощать там. Дома у меня, у мамы в гостях, моя сестра с своей семьей. Как раз им и принесу этот салатик. Ну вот, давайте делать. Первым слоем у нас идет курица. Все слои прослаиваются майонезом. Старайтесь выкладывать аккуратненько, чтобы все это красиво потом смотрелось. На слой курицы у нас идут жареные грибочки с луком. Тоже аккуратненько распределяем. И так же майонезом. Этот слой немножечко смазываем, потому что грибы сами уже так сжарились в масле, а не масляные. Потом слой сыра идет. М telefonит курицу. От endpointed. Паясь курицы. Убираем их все время. Убираем это стихон. До instructor вас сбросили 무алития. Именно разным добавляем. вот очень удобно конечно с кольцом делать это рукой придерживаете по кругу тоже украшаете тоже слой майонеза на сыр у нас идет помидором помидоркой закрываем все бока аккуратненько и помидоры вот сверху хорошо промажем майонезом вот вот сейчас это надо аккуратно и хорошо промазать майонезом я сейчас помажу потом включу камеру чтобы вам показать салат я намазала и теперь мы начинаем украшать украшаются вот такими колечками от маслин и вот так вот по кругу мы будем выкладывать вот так нам надо покрыть весь будет салат и потом еще останется посыпать зеленью петрушки и можно подавать будет к столу ну вот так я его украсила и нам еще надо его украсить зеленью петрушки ну сейчас я приберусь нарежу петрушку украшу и мы уже посмотрим как он выглядит вот такой салат мы с вами приготовили всем приятного аппетита и не забудьте подписаться на канал и так вы не пропустите новые видео всем пока пока ну вот так салатик поедет домой и в принципе для дома не для праздников можно сделать просто так салат очень вкусный, сытный приятного аппетита еще раз всем пока